Си Цзиньпин направил приветственное письмо участникам форума по правам человека. Китайские и арабские предприниматели подписали соглашение на сумму более 10 миллиардов долларов. Пригородный район Кэ Цяо стал международным хабом дикстильной торговли. В московском зоопарке готовят подарки ко дню рождения больших пан. Сельский турнир по футболу Цунь Чао заинтересовал мировых легенд спорта. Более 300 экспертов из 100 стран и международных организаций приняли участие в форуме по глобальному управлению в обеспечении прав человека, который прошел в Пекине 14 и 15 июня. Мероприятие посвятили 30-й годовщине Венской декларации и программе действий по обеспечению прав человека. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил приветственное письмо участникам форума, в котором подчеркнул, что Китай придерживается пути мирного развития и работает над созданием стабильной и мирной среды для защиты прав человека. По словам китайского лидера, обеспечение прав человека тесно связано с вопросами развития. Си Цзиньпин выразил надежду на расширение диалога между странами для совместного развития в обеспечении прав человека. В Ир-Риаде завершилась двухдневная деловая конференция, посвященная экономическому сотрудничеству Китая и арабских стран. Итоги впечатляющие. Подписано более 30 соглашений на сумму свыше 10 миллиардов долларов. Контракты охватывают такие сферы, как возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, недвижимость и технологии. Мы участвовали в фармацевтическом и биологическом семинаре и общались с представителями китайских компаний. У нас есть большие перспективы для сотрудничества, особенно в сфере инноваций. Я очень рад участвовать в этой конференции. Конференция привлекла более 3,5 тысяч экспертов и представителей бизнеса и власти из 26 стран. Это Кэцяо, столица тканей. Район находится в городском округе Шаосин в провинции Джэцзян. Именно здесь производят треть всего китайского текстиля. На фабриках активно используют самые современные технологии, включая анализ больших данных, роботизацию и машинное обучение. Наша главная цель – лидировать в мировом текстильном производстве, выпуская экологически чистую и высококачественную продукцию. Здесь мы применяем принципиально новую технологию окраски, которая на 15% сокращает отходы и на 5% повышает точность работы. За последние 10 лет Китай стал мировым лидером текстильной промышленности. Главным фактором развития отрасли считают цифровизацию технологических процессов. Две большие панды – самка Дин-Дин и самец Жуи – уже 4 года живут в московском зоопарке. За это время они окрепли и выросли почти в два раза. Здесь у них полноценный пятизвездочный отдых и сервис на высшем уровне. За здоровьем следят специалисты – бамбук отборный, а в дополнение яблоки, сладкий картофель и морковка. Есть и развлечения, и полезные занятия, которые проводят с ними сотрудники зоопарка. Для панд, для Жуи и Дин-Дин созданы все условия, чтобы им комфортно здесь жилось. У них уличные вольеры с орошением, внутренние вольеры с увлажнением, с кондиционерами. Поэтому пандам очень комфортно. Мы им придумываем различные игрушки и своими руками, которые делаем из безопасных материалов. Из ткани, из коробок различных, используем канаты. И также покупаем из безопасного пластика. 30 июля большой панде Дин-Дин исполнится 6 лет, а 31 июля свое семилетие отметит самец Жуи. Сотрудники московского зоопарка уже готовятся к торжествам. Они планируют подарить китайским мишкам два торта из бамбука и новые игрушки. Насыщенная программа ждет и посетителей. Они смогут понаблюдать за процессом кормления больших панд и насладиться красочным шоу в китайском стиле. Футбольный турнир Цунчао в уезде Жунцзян провинции Гуйчжоу проводится уже 80 лет. Участвуют в нем команды из местных деревень. А в составе сборных нет профессиональных игроков, только любители. Продавцы, водители, студенты, рабочие. В Шунцзяне футбол имеет большое значение. Любовь к футболу прививается с детства и передается из поколения в поколение. В Бразилии и Аргентине люди играют в футбол повсюду. Я думаю, что формат наших соревнований очень близок к той атмосфере. Футбольный турнир Цунчао в этом году продлится до конца июля. Он вызвал ажиотаж не только у местных жителей, но и привлек внимание легенды футбола Майкла Оуэна. Хочу поздравить Цунчао с успехом, с достижением хороших результатов в футболе. И я уверен, что вы на этом не остановитесь. Желаю турниру всего наилучшего. Ради матча легендарного турнира в уезд Жунцзян стекаются туристы со всего Китая. Они наслаждаются спортивным зрелищем во время перерывов между таймами разнообразной концертной программой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова